В этом видео рассмотрим дополнительные настройки страницы в теме MusicPlay, музыкальные шаблони для WordPress, а также рассмотрим третий вариант добавления музыкального файла в альбомы. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, о настройке страницы, то есть именно вот эта страница, то есть когда я перехожу, например, в стиль музыки электро, здесь альбомы, и я нахожусь на странице списка альбомов. Вот мы должны понимать, что мы можем над шапкой размещать, например, слайдер изображений, там статичную картинку, разместить видео, вы должны знать, как это делается. И это можно сделать для каждой страницы в отдельности. То есть мы с вами переходим в админку сайта страницы, например, я перейду в стиль электро. Эти все дополнительные настройки, они находятся вот здесь ниже. Эти часть настройки я буду пропускать, потому что они идентичны настройкам альбома. То есть когда я заходил вот сюда и настраивал этот альбом. Смотрите мои предыдущие уроки, если вы не знаете. То есть вот эти вот моменты, начиная вот отсюда, вот эти все, они просто идентичны, как я уже рассказывал, для альбома. То же самое можно сделать для страницы. Но все же здесь есть отличия. Например, вот эта вот опция, я хочу о ней поговорить в этом видео. То есть здесь вы можете выбрать несколько вариантов. Что за варианты? То есть смотрите, вот это мы сейчас не можем выбрать, потому что мы с вами не проходили. Мы можем здесь добавить слайдер изображений, который будет вот так вот перелистываться на странице. Когда мы с вами дойдем до этого, об этом мы поговорим. Поэтому вот этот вариант я пропускаю. А следующее давайте посмотрим. Например, видео с YouTube. Как брать ролик с YouTube я также уже показывал. Код iFrame я вставляю вот здесь. У вас он изначально будет вот здесь вот, видите, указан размер, то есть именно ширина ролика. Я здесь выбрал 1920, чтобы просто наглядно вам показать. И вообще, где это будет показываться на странице, давайте посмотрим. То есть вот так вот это растягивается. Ролик воспроизводится. То есть если нужно вставить какой-то ролик с YouTube прямо вот так вот на странице альбомов, причем это только на странице электро, на других ваших страницах ничего нет, да? Для каждой страницы это в отдельности можно сделать. Если, например, это не надо, есть, смотрите, возможность загрузить статическое изображение. То есть изначально у вас будет вот так. Здесь нужно какое-то широкоформатное изображение. У меня это Full HD изображение. 1920 на 1080. Вот так вот изображение вставляем. Появляется дополнительное поле Image Link. То есть вот на это изображение, если вы хотите разместить какую-то ссылку. Возможно, это какой-то баннер. А дальше Title можно повесить, заголовок к этому изображению. И Open Link in an F window. То есть хотите ли вы, чтобы ссылка открывалась в новой вкладке. То есть я это проставлять не буду, просто объяснил вам эти опции. Давайте посмотрим, как это выглядит с изображением. Обновляю сайт. Вот такое вот изображение у нас появляется в шапке на странице Electro. Дальше есть Custom Slide. Опять же, это касается слайдера. Тот самый слайдер, который внедрен в эту тему Music Play. Мы с вами его еще просто не проходили, мы до него дойдем. Когда мы с вами его разберем, здесь будет возможность идентификатор произвольного слайда размещать в этом поле, чтобы он отображался, например, на этой странице. Здесь мы с этим моментом разобрались. И хочется показать еще один момент. Я не знаю, зачем они это сделали. Вы просто должны это увидеть. В самом низу есть вот такая опция. Смотрите. Произвольно я просто выбираю из списка значений, обновляюсь. Чтобы понять, нужно просто увидеть. Происходит вот такой скос альбомов. Я не знаю, как бы зачем это сделано. Может быть, где-то это кому-то пригодится. И скос может быть, видите, в минусовом значении. Можете просто поиграться, посмотреть, как это выглядит. То есть в разную сторону может быть скос наших всех альбомов. То есть внутрь, если мы заходим, здесь как бы все как обычно, а здесь у нас это вот так выглядит. Может быть, кому-то пригодится. С настройками, дополнительными настройками страниц здесь все. И в этом видео я еще хотел рассмотреть, вернемся в альбомы с вами, третий вариант размещения ссылки. То есть сейчас я его только удалю. То есть мы с вами смотрели загрузчик. Вот этот вариант SoundCloud, который у нас по причинам временным не работает. Ну, может быть, это у меня не работает. Я уже говорил, что нужно там создавать приложения на сервисе SoundCloud, но они временно пока приостановили создание новых приложений. В общем, техподдержка тоже молчит. Здесь пока непонятно, что происходит. Мы с вами не рассмотрели третий вариант, вставка mp3 файла. И в чем отличие между вот вставкой mp3 файла и, например, медиазагрузчика. Понятно, что вот этот вариант, это у нас только интеграция SoundCloud. Это файлы загружены непосредственно на сайт. И что за третий вариант? Третий вариант позволяет в mp3 URL вот сюда, вот в это поле, вставить, как и файлы, загружены непосредственно в медиафайлы. Давайте наглядно я продемонстрирую. То есть он дублирует наш вот этот вот первый вариант загрузки файлов на сайт. То есть, смотрите, например, вот у меня есть музыкальный файл, загруженный непосредственно на WordPress. Здесь есть ссылка. Я могу ее копировать. Вернусь в альбомы. Зайду в альбом. То есть здесь выбираю вот этот вариант. Проставляю здесь ссылку. Обновить. И посмотрим. То есть у меня трек играет. Но он, вот этот случай, да, он дублирует у нас вот этот медиа-апплаудер. Практически то же самое. Разница лишь в том, что вот в это поле mp3 URL могут вставляться аудиофайлы с других сервисов, с другого хостинга. Но именно прямой путь к mp3 файлу. То есть простые ссылки на какие-то сервисы музыкальные, типа SoundClub, Zipi, Shara и так далее, не пройдут здесь. Я вот скопировал ссылку, чтобы наглядно вам показать. То есть подойдут файлы до корня прямой файл с точкой mp3 на конце обязательно. Только такой файл будет проигрываться через ваш плеер. Это может быть сторонний вообще хостинг, сторонний какое-то хранилище, которое позволяет вам получать путь, именно путь, не ссылку на файл, да, а именно путь до корневого файла музыкального с точкой mp3. То есть примерно вот такой же, как сейчас у меня. Вот этот я вам специально показываю. То есть разница в том, что может этот файл находиться в другом месте, на другом хостинге вообще, или где-то залито в корне сайта. Просто получаете прямую ссылку до вашего музыкального файла обязательно с точкой mp3 на конце, проставляете здесь. И разница еще в том, что здесь может быть неограниченное количество треков к одному альбому загружено. Вот оно главное отличие. И здесь дальше по настройкам уже проще. Title, это понятно, заголовок непосредственно к этому файлу. Название песни, трека, download link, любую ссылку на облако, еще куда-то, где этот файл можно скачать. Здесь ссылка на покупку. То есть если этот трек продается на магазин Bitport или подобные магазины, которые продают музыкальные файлы, или может быть собственный ваш магазин, отдельный сайт, любой, да, здесь вот ссылка проставляется. В зависимости, если эти поля пустые, у нас здесь будут появляться нужные иконки соответствующие. Если добавили покупку трека, появится корзинка здесь, по клику будет перебрасывать на магазин, да. Это будет дополнительная информация. Здесь можно прям текстом писать. Это может быть список песни, да, то есть слова песни и так далее. Здесь произвольный ID и чекбокс добавления, например, этого трека в загрузку, в общую. Появляется ссылка для скачивания всего альбома. Например, вы добавили тут три трека и везде поставили галочку. Должна появиться где-то здесь ссылка, вот здесь вот вверху, типа скачать весь альбом целиком. Субтитры сделал DimaTorzok